Меня зовут Михаил Ревин, я немножко расслабил себя. Когда-то начинал с того, что занимался разработкой в компании Google, был софтер-инженером, потом перешел в Яндекс, был там разработчиком, потом руководителем. Яндексе занимался сначала, переделывал полностью математическую часть анализатора пробок, то есть вот все эти алгоритмы, которые собирают данные, анализируют и предсказываются пробки сейчас. Мы, по сути, переделали заново всю инфраструктуру, все это делает, ну и частично сами алгоритмы. Потом перешел в отдел, который занимается рекламой, как уже сказали, а сейчас перешел еще в один такой экспериментальный отдел, который занимается совершенно разнообразными проектами на данных, не только Яндекс, а совершенно разными компаниями, не только компаний. В том числе и то, что, может быть, вы слышали взаимодействие Яндекса с Церном, или Яндекс Терра, который с геологами, вот это все делает наш отдел, хотя я больше занимаюсь коммерческими проектами, а не теми, которые для науки, для физиков, для геологов. Но вот мы там все вместе занимаемся тем, что прикладывают в нашу экспертизу с машинного обучения, в аналитике, в разработке, в своей мощности вычислительной, к тому, чтобы решать задачи других людей. Вот. Сегодня у меня доклад называется «Как заработать миллион» и большими буквами. Своих данных на машину вообще немаленькими. Это, понятно, такое завлекательное, развлекательное название. Вообще, есть много способов заработать миллион, там, какие-нибудь передачи, кто хочет стать миллионером, или, там, как в интернете, может быть, вы встречаетесь всегда с объявлениями «хочешь заработать миллион» и «попрыгуйся на форексе». Вот. Но во всех этих случаях довольно низкая вероятность, конечно, заработать миллион, большая вероятность ничего не заработать, или даже того что-нибудь потерять. Вот. Ну, мой рассказ, возможно, тоже не очень поможет лично вам заработать миллионы, хотя, может быть, кому-то и поможет, но, по крайней мере, на деньги у вас никто, наверное, зайдет не будет. Вот. А давайте немножко в обратную сторону познакомимся. Скажите, кто здесь, сначала, здесь все студенты, а кто здесь студенты ПКР? Даже не 100. А кто старше, чем бакалавра, магистры или аспиранты? А первый вопрос, кстати, есть наши. Ну, хорошо. Ну, докладное, на самом деле, может быть, в некоторых местах немного сложновато, потому что он использует каких-то понятий, в отношении на обучение, какие-то метрики, алгоритмы, нет. Но, на самом деле, если будет что-то совсем непонятное, прямо походы, будут ли какие-то незнакомые слова, наверное, лучше сразу меня прерывать и спрашивать, что это слово означает. Я постараюсь пояснить. В остальном, вопросы более общего характера, что, зачем, а как, как по докладу, так и про какие-то более общие вещи, про Яндекс, на Гугл, про разработку. Наверное, лучше в конце. Так, о чём это вообще? Ну, я в первую очередь буду рассказывать про то, что относится к рекламе Яндекса на поиске, которое появляется над разрешатым поиском, как здесь объявлено справа, снизу результаты поиска. Хотя, все вещи, которые буду рассказывать, на самом деле рекламы обобщаются на многие-многие другие области жизни, где применяются какие-нибудь машинные обучения, где вообще нельзя даже применять машинные обучения, где работают какие-то алгоритмы, и вы их хотите улучшать. Но, я буду рассказывать о том конкретных заложениях. Ну, как вообще вот эта реклама на поиске? В принципе, такой процесс. Есть рекламодатели, они создают вообще объявления, указывают какие-то ключевые фразы, по которым они хотят, чтобы их показывали, чтобы изначально ограничить вообще список слов, по которым их объявления показывают или у вас. То есть, если человек входит в холодильник, то он какие-то фразы, связанные с холодильниками, указывает, чтобы мы не показывали его, когда человек ищет какие-нибудь путёвки, какую-нибудь информацию по работе. Какой-то первоначальный фраз. Понятно, это очень грубный отбор, на котором всё не заканчивается, но, тем не менее, рекламодатели указывают, что у вас это мои ключевые фразы, как раз они готов платить деньги. В каком смысле готов платить деньги? Он указывает ставку. То есть, заказывая ключевую фразу для данного объявления, он указывает, сколько готов платить, за что, как вы думаете, они вообще платят деньги или зачем? За клик. За клик, правильно. Значит, почему за клик? На самом деле, тут есть целый диапазон того, что они могли бы платить, который начинается от того, что можно было платить за показ рекламы. Здесь ещё видно. И всё. За диапазон у нас будет поуже. До того, что платить можно за так называемую конверсию, или действие. И где-то посередине находится оплата за клик. За показ рекламы – это когда просто на сайте вы видите баннеры, не текстовые явления, а баннеры с мигающими картинками, какими-то ужасными текстами, которые у вас завлекают, что вы из них крикнули или что-нибудь сразу купили, совершенно не относящиеся к тому, на что вы сейчас смотрите, то это, скорее всего, реклама, которую оплачивают за показ. То есть рекламодатель говорит «покажите мне миллион раз на вашем сайте, я вам заплачу тысячу долларов». Значит, за тысячу показов платит доллар. Это самая удобная осуществление системы, которая показывает рекламу, вариант. Потому что какую бы рекламу ни показали, как бы пользователи на неё не отреагировали, деньги получил в любом случае. Получил рекламодатель, какой-то пользы не получил – это уже не важно, он сразу заплатит. Противоположный конец диапазона – это конверсии, то есть рекламодатель совершает какое-то действие, которое рекламодателю изначально было нужно. Например, заполняет форму заявки на кредит, если рекламодатель – это какой-то банк. Или, например, покупает что-то в интернет-магазине, например, положить корзину или даже оформить заказ. И получается, что рекламодатель получает какую-то прибыль, ради чего, собственно, вся реклама не проводилась. Ну, разных рекламодателей совершенно разные могут быть цели, поэтому вот эти действия реконверсии могут быть настроены по-разному. И можно, в принципе, собрать деньги с рекламодателями, только когда они уже получают прибыль. И это то, что лучше всего для рекламодателя, потому что он тогда понимается, что он конкретно заплатил. Получил клиент, отработал денег, и часть этих денег отдал системе, которая его рекламировала. Это очень сложно делать, потому что для того, чтобы это делать, нужно отслеживать все, что делает пользователь. Например, нужно знать, что пользователь заполнил заявку на кредит, или что он положил товар в корзину. Но это еще можно. Это примеры того, что реалистично, если рекламодатель определенный наш инструмент поставит на сайт Наш счетчик Яндекс.Метрии, то нужно отслеживать, на какие углы заходил пользователь, и таким образом узнать, что же он там дальше сделал. Но в отличие от западного мира, в России все еще очень распространены покупки в офлайне. То есть когда человек заходит на сайт, если ему нравится, он видит телефон, или куда подъехать, звонит, или подъезжает, и уже приобретает товар в офлайне, что он и совсем никак не может зарегистрировать. То есть как минимум проблема в этом. Мы не можем точно знать, совершил пользователь того действия, которое я хотел бы вам рекомендовать. Ну, есть и другие проблемы. Вот то, что посредине этого плана за грит, и то, что сейчас в основном происходит, ни нашим, ни вашим. Вроде пользователь грит, то есть интерес выразил, к тому, чтобы купить товар, того человека, или заполнить заявку. Но еще до конца не понятно, что будет. То есть уже пользователь выразил интересный штыком, показали кому надо, когда нам рекомендовать деньги заплатят, он еще не уверен, что действие будет совершено, поэтому, кажется, за грит можно платить гораздо меньше, чем за конвейер, это нужно рассчитать. И сколько пользователей нужно набрать, чтобы какой-то из них совершил покупку. То есть в реальности здесь, там, допустим, кликов 2%, ну, по порядку величины, зависит от того, где показывают рекламу, 2% кликов от показа, а действие совершают 2%, 1-2% из всех кликов. Соответственно, за 50-100 кликов рекомендовать заплатит, чтобы только одну покупку совершил у него пользователь, клиент. То есть приближенная реальность и цифры? Ну, вполне себе приближенная реальность. Вот это вообще универсальная константа, такая 1-2% для всей интернет-рекламы. Ну, понятно, там, в порядке величины, но вот это, на самом деле, зависит от того, где. То есть помните, я вам показывал только что, реклама сверху на результате поиска, реклама справа и снизу. Там в разы отличается кликальная снизу. Сверху это могут быть десятки процентов, а правая снизу в разы меньше. А если это реклама не на поиске Яндекса, где пользователь ввел запрос, и реклама ему назовет, ему показаться интересной, релевантной тому, что он ввел за запрос-опрос, он ходит по интернету, и ему показывается реклама, контекст на его поведение. То там уже сразу 10 раз, где-то ниже кликабельность, чем на поиске. Потому что там мы только предполагаем, что пользователь в последнее время будет интересно, он там такие запросы задавал, по таким сайтам ходил, и его преследует эта реклама, которая на основе его последних букв, но она не такая точная, как реклама по запросу. Поэтому, в общем-то, это одна из этих причин, по которым Яндекс, Google, компании, которые так много и хорошо зарабатывают, что на поиске людям все-таки эту рекламу смотреть, хоть и не то, чтобы очень интересно, все это процентам, но в десятки раз интереснее, чем когда они показывали просто рекламу, которая никак не относится к поведению, или даже рекламу, которая относится к поведению, но в предыдущее время, а не конкретно сейчас. Ну вот. Соответственно, да, в результате заранее создает объявление, показывают ставки за ключевые фразы, а потом уже, когда пользователи задают запросы, то по запросу отбираются эти фразы. Ну, то есть, пользователи задают, конечно, запрос хотели бы поменять типу пакета, и спрашиваете, окна пластиковые. А у рекламодателя была фраза, окна пластиковые. Соответственно, эта фраза является подмножеством этого запроса по словам, и тогда рекламодатель имеет шанс теоретически показаться. То есть, он является кандидатом на показ. Если у рекламодателя была фраза просто окна, то он тоже будет конкурировать. А если у него были там окна деревянные, то так как слова «деревянные» нет, в высокойся пользовательстве уже, он не будет там участвовать. Или если у него была фраза «холодильники», он не будет участвовать. То есть, таким образом, мы сразу отсекаем там, огромную часть, тех, кто говорит, вообще не то рекламирует, что пользователи спрашивают. Ну, конечно, не все. Ну, а дальше мы, вот отобрав такие фразы, которые формально подходят, уже должны показать из всех объявлений, которые все равно остаются у нас в базе десятки миллионов объявлений, мы там по фразам отобрали, оставилось, как видите, тысячи, семьдесят тысячи объявлений, которые все еще подходят по тематике в целом. Нужно из них отобрать лучшие три максимума, чтобы сверху показать, или четыре, чтобы снизу показать. То есть, совсем самые интересные. Ну, да, вот заклик, я тебе уже сказал. Как вообще у нас все работает? В принципе, нужно, чтобы в этой системе всем было хорошо. А здесь три игрока. Это Яндекс, ну или система, которая проводит аукционную рекламу. Это пользователи и рекламодатели. Соответственно, ну, как все происходит? Если объявление хорошее составить, и оно соответствует запросу, то пользователи на него с большей разностью кликают. Это еще не значит, что после того, как он кликнул, он перешел на сайт, на который собирался. Бывает объявление очень кликабельное, а сайт вообще не о том, о чем объявление. Конечно, в таких случаях мы стараемся отмоделировать, чтобы их не было. Но сайт, может быть, даже про то просто спрашивали, но все равно очень плохой какой-то сайт, и там еще невозможно найти. Сайт должен быть релевантен к спорному запросу, был бы понятный и читаемый. Тогда конверсии вырастут, то, что интересует рекламодателя. Соответственно, если мы будем показывать нерелевантные объявления, пользователи не только на них кликать не будут, они еще будут отвлекаться на эти объявления от результатов поиска, которые, ну, как мы считаем, хорошие и в любом случае мы их оптимизируем, чтобы они становились все лучше. Если показывать над ними, например, очень элевантные объявления, то это будет портить все впечатление от суммарного результата Яндекса, и пользователи будут уходить в конкуренты. Значит, для того, чтобы рекламодатели назначить какие-то разумные цены, чтобы они не скупали все это по 1%, мы их, значит, сталкиваем в аукционе. То есть они соревнуются за то, а кто же на самом деле будет показывать. Они соревнуются отчасти качеством объявлений, насколько они соответствуют спросу, отчасти своими вот этими ставками, и они им управляют. А мы, собственно, на ставке и на те объявления, которые мы сделали, никакого объявления не имеем. Единственное, что мы можем оптимизировать, это, во-первых, правила аукциона, по которым они соревнуются, а во-вторых, уже, собственно, алгоритмы отбора объявлений, которые пытаются прогнозировать, насколько объявления хорошие, соответствуют запросу или необычные. Что нужно оптимизировать? Как я уже сказал, все три стороны должны быть удовлетворены. В первую очередь, должны быть удовлетворены пользователи, потому что если они будут несчастны, они от нас уйдут, и дальше и рекламодателям не на кого будут рекламу показывать, и нам, соответственно, не на кому, деньги зарабатывать. Дальше рекламодатели должны быть довольны, потому что если показывать рекламу, пользователи ничего не покупают, они однажды и довольно быстро по минутам перестанут нам платить, и пойдут где-нибудь в другом месте рекламироваться. Ну, и такое, значит, счастье третьей стороны, в случае рекламы, это просто деньги, мы должны зарабатывать как можно больше. Кажется, что эти цели друг другу быть в противоречии, потому что, ну, например, чтобы рекламодателям Яндекса было побольше счастья, нужно, значит, заполнить все рекламой, показывать по десять объявлений сверху, десять снизу, десять справа, и тогда будет больше кликов, больше клиентов-рекламодателей, они больше заработают, мы больше заработаем, но при этом пользователям плохо. Если же показывать только очень-очень релевантные объявления, и даже за большие деньги не показывать объявления, которые там лишь частично соответствуют запросу, да, допустим, кто-нибудь спросил о тур в Египет, и результаты поиска, естественно, покажут десять там турфильм, которые говорят в тур в Египет, совершенно релевантно, там выбирайте, какая тебе больше нравится, а рекламе могло бы там показаться что-нибудь вроде билетов в Египет отдельно, отель в Египет отдельно, это все равно в принципе может быть интересно, но напрямую на вопрос не отвечает, а вот это может раздражать, а вот это нет. Например, показывать там над результатами поиска такой результат, который не напрямую на вопрос отвечает, не очень хорошо, но не показывать его вообще, тогда получается, что рекламателям вообще не удастся дойти до тех пользователей, которые могли бы на самом деле заинтересоваться, и купить у них вместо целого тура отдельно билеты отдельно отель и поехать сами. Ну, получается, как бы все это противоречащие цели, но на самом деле, конечно, не противоречащие, как я уже говорил, если показывать самые релевантные в некотором смысле, с учетом денег объявления, то и пользователей можно удовлетворить, чтобы они не убегали, и рекламодатели будут получать клиентов, потому что показывая много-много рекламы, мы будем показывать много релевантных, пользователи должны привыкать, перестанут вообще кликать на рекламу, и на самом деле никто не заинтересован в итоге в том, что показывает рекламу очень много, и показывает нам поводу. То есть и рекламодатели, и мы сразу заинтересованы в том, чтобы реклама была интересная, по делу, и в long-term мы тогда будем зарабатывать больше денег. Просто если не концентрироваться на текущей цели, вот прям сегодня заработать максимум денег, то тогда цели эти совместимы. Если все время оптимизировать сегодняшнюю цель, то непонятно куда бежать. Можно вопрос. Да. Почему не предсказывает поведение поиска? То есть сегодня он заводит тур Вегипет. Мы показываем ему релевантный запрос, ну, ответный запрос, турфирму Вегипет. Мы знаем, что те, кто сегодня ищет тур Вегипет, через две недели начинают искать строковку, кремный загарок, глазки, маску, и показывают ему такое же прививление. Смотрите, в принципе, такие вещи делаются. Единственное, что они делают не на поиске, потому что когда мы на поиске уже, сильнее абсолютно любых сигналов тот запрос, который прямо сейчас ввел пользователь. Он ввел крем от загара, значит, он ему нужен. Ввел что-то другое про компьютеры или там рефераты, ему, значит, нужен реферат, если не крем от загара. Ну, нет, опять же, там есть разные интересные психологические эффекты, что, оказывается, две трети людей вообще не так уж целенаправленно ищут. Они ввели рефераты, и показали крем от загара, они о крем от загара, пошли купили сумочку еще, потом вернулись в рефераты. Но с этим сложнее, когда там нуждается в дополнительных исследованиях, прежде чем их используют. На поиске мы, кроме того, что имеем самый сильный сигнал «Склющий запрос», мы еще ограничены и своими обязательствами. Мы не можем показывать там поведенческую, так называемую рекламу, которая основывается на истории пользователя. А вот в рекламной сети Яндекса, то есть реклама на сайтах, которая показывается не по запросу в прямой истории, там такие вещи делаются. Другое дело, что очень легко придумать какие-то связи, знаете, что если сначала он там смотрел в утеку, то потом, с большей вероятностью, начнется крем от загара. Такие вещи придумывать сделаем можно, к сожалению, они редко подтверждаются существенной статистикой. Поэтому вместо того, чтобы их придумывать из головы, их пытаются придумывать из статистики. И это работает лучше. Но в целом, да, такие вещи сделать можно, то есть автоматически находить пару событий, что после А обычно происходит Б, и можно попробовать показывать рекламу по Б, а не по А. Да, это так бывает. Ну смотрите, значит, речь все-таки сегодня не о том, как всех одновременно удовлетворить, и, значит, речь о том, как деньги с активизировать. Ну, активизировать деньги, непонятно, что это такое. Можно активизировать косметическое рождение денег, то есть сколько денег мы в среднем заработаем от показов рекламы. И дальше, так как у нас показывать очень-очень много, то на самом деле эта оценка в среднем не сильно это отличается от реальности. Как прогнозировать математическое ожидание денег? Вот есть такая, значит, формула. Сейчас объясню, что на ней что означает. CPM. CPM – это такое историческое просто понятие, которое шоксовывается как cost per mille – цена за тысячу показов, ниже тысяча. Когда-то, когда рекламу всю показывали исключительно с оплатой за показы, было такое понятие – тысяча показов за доллар. Сейчас, когда у нас оплата за клики, это просто такое промежуточное понятие, которое говорит ожиданием от ожидания денег, которые мы заработаем за один показ этого объявления. Как его получить? Да, здесь видите, константа тысяча у меня в том или нет, если там умножить на тысячу, еще правую часть получится на ожидание за тысячу, но так как стоимость этой константы никого не волнует, за один показ мы заработаем или за тысячу, потому что мы дальше объявления просто сравниваем по этой величине и нормировать не обязательно. То исторически называется CPM, в реальности все равно ожидание за один показ. Это вычисляется вероятность того, что вообще кликнет на это объявление, умноженное на ста фут, который рекламодатель готов за это объявление заплатить, за клик в этом объявлении, не за показ. То есть, либо он заплатит этот бит, либо ноль, вероятность. Это вероятность клика какая-то, которую мы не знаем, но должен взять. Если тут то возьмем, получим от ожидания. Но это не совсем правильная помола, потому что нажать нужно не совсем на старт, потому что я вам говорил, у нас аукцион, и в аукционе, если человек выиграл, то что аукцион, с него списывается не та цена за клик, а немножко меньше, потому что аукцион второй цены. Это, на самом деле, отдельная такая интересная тема. То есть, как привыкли, может быть, в фильмах, проходят аукционы. Там обычно, кто большую ставку набрал, только выиграл, на самом деле, сколько он потом заплатил, там даже не говорят. На самом деле, там чаще всего, как раз, человек платит не то, сколько он назвал, а то, сколько он назвал в предыдущем 3 дней. То есть, у них тоже, на самом деле, чаще всего, акцион второй цены. Наибольшая ставка из всех остальных. Почему вообще так делают? Почему не брать человека ровно столько, сколько он и так был готов заплатить, и указал каждое число в системе, или на аукционе поднял табличку? Ну, потому что это порождает, не нужные игры. То есть, люди пытаются что-то там наоптимизировать. То есть, им из-за этого становится невыгодно указывать именно ту цену, которую они, на самом деле, готовы заплатить. Ну, вот смотрите, эти два человека торгуются, значит, для них, для каждого, есть своя ценность того товара, который они хотят купить. там покупают они какое-нибудь произведение искусства. Один готов заплатить, там, 10 миллионов долларов, а другой — 11 миллионов долларов. За одно и то же произведение искусства, потому что оно им по-разному дорого. у них внутренняя оценка на основе их вкуса, имеющихся на бюджетах, такая, что один готов принять, а второй — 10 миллионов долларов. Честно. Дальше экономист строит такую модель, что если готов заплатить 10 миллионов, а заплатил 6 миллионов, например, то удовольствие или прибыль, или что угодно, что ему, так сказать, профиль этой сделки для этого человека — это 4 миллиона. Разница между тем, сколько для него этот товар стоит, и тем, сколько он за него заплатил. Ну, например, он, купив его за 6 миллионов, будет готов с 10 миллионов его отдать. Ну, в другом перепродать. Соответственно, считается, что люди оптимизируют вот этот свой профит. Ну, и дальше, скорее, из этого играют. Если каждый платит, если платит выигравший и платит ровно столько, сколько он назвал, то им выгодно указывать не каждому ту цену, которая у них указана, а пытаться что-то оптимизировать. То есть, например, если этот укажет 11 миллионов, он, конечно, получит свою картину, но он, в общем-то, в нуле. Он что с 11 миллионами, что с этой картиной одинаково счастлив. Он будет пытаться указать поменьше. Например, я же 6 миллионов укажу. Вот. И этот тоже будет поменьше, и он укажет вообще 5. Ну, значит, в этом случае выигрывает тот, кто поставил 6, а тот, кто поставил 5, проигрывает. Что получается? Он остается со своими 10 миллионами, ничего дополнительного не зарабатывает никак. То есть, у него полезность от этого аукциона нулевая. Он пришел за 10 миллионов, не ушел за 10 миллионов. Хотя, он мог бы пощупать и назвать 7 миллионов. Тогда он бы выиграл аукцион, получил бы картину за 7 миллионов. И получается, что он ушел бы на 3 миллиона более счастливым, чем приходил. Ему выгодно попытаться взять из 5, проигрывает на 7. После чего, если аукцион это проводить много раз, не один раз, как просто с картинами, а вот давать людям возможность подстраиваться друг к другу, как это происходит в онлайн-рекламе. Второму выгодно с 6 до 8 и поднять и так далее. Они будут прыгать, прыгать, прыгать. До тех пор, пока все-таки тот, у которого 10 миллионов, проиграет тому, у которого 11 миллионов, потому что он дальше поднимать не может, он уже не выгодно. Они, значит, дадут эти точки. И вроде как на этом все останавливается, да? То есть игра стабилизировалась. Все было бы хорошо, если бы у нас не было ситуации, что в рекламе продается ни один товар. Раз продается ни один товар, то у нас есть... Ну, а что такое товар в рекламе? Это позиция показывает. Самое лучшее – показаться непосредственно на первой позиции под строкой поиска. Потом, значит, на второй позиции. Чем ниже, тем меньше кликают, тем меньше смысла эти клики за них платят. Соответственно, каждая позиция – это товар отдельный. И кто-то выигрывает за наибольшую ставку самую лучшую позицию, следующий выигрывает вторую позицию и так далее. Значит, получается, у нас здесь больше двух игроков. Появляется некоторый третий игрок, который поставит, может быть, 3 миллиона. И он ничего не получает. Вот этот выигрывает за 11 миллионов первую позицию, вот этот выигрывает вторую позицию за 10 миллионов. А вот этот ничего не получает. Получается, что вот этому невыгодно опять. И он все равно выигрывает только вторую позицию. Он мог бы поставить 5 миллионов, и все равно выиграл вторую позицию. И все равно получать эту вторую позицию и 5 миллионов лишних. И он, получается, в этой ситуации не останавливается, а он опять прыгает вниз и начинает ставить 5 миллионов. Первый начинает опять снова нащупывать, не могу ли я снизить и все равно выиграю первую. Опять снижаются до 6, например, и они начинают на тучу хардувать. То они между другом гоняются, то опять падают вниз, то гоняются и падают вниз. В результате что? Люди тратят свое время зря, абсолютно. Система в среднем получает меньше прибыли, и никому от этого нехорошо. Поэтому гениальное изобретение стоит в том, что, в общем-то, если человек выигрывает за 11 миллионов, надо с него не брать 11, а надо брать с него ту ставку, которую поставил максимальный из всех стендов следующий. Например, в данном случае 10 миллионов. Оказывается, в этом случае можно доказать теорему, что всем становится выгодно ставить ровно ту максимальную цену, которую они вообще могли бы заплатить и ничего не потерять. И вот эта стратегия вообще наилучшая из всех возможных для них. Если указать меньше, то они в частей случаях будут получать меньше прибыли, в частей столько же. Если указать больше, то в частей случаях получают меньше прибыли, в частей столько же. Если указать ровно столько, то они будут во всех возможных конфибрациях, во всех возможных стратегиях и других игроков получать максимум того, что вообще могли бы. И люди перестают играться. Система стабилизируется. а ожидаемый доход системы от такого аукциона, несмотря на то, что вроде бы с каждого списывается неровно, сколько с каждым осталось меньше, остается оказываться таким. Поэтому все играют в аукцион второй цены. Сейчас я вам теорему доказывать не буду, можете сами подумать, это правда не сложно, хотя за эту теорему плюс еще кучу теорию в аукционах выдали в начале 2000, но будет на близкую премию. Но сама вся теорема очень легко доказывается. Конечно, не только изменила три номера, но и менее. Это прям упражнение, даже ничего не нужно знать, даже школьники могут теорему доказать. Итак, возвращаясь к нашим объявлениям. Все-таки умножать на ставку не всем правильно, потому что человек создать меньше. Ну, это такое вот ощущение, с которым все живут, что все-таки давайте умножать на ставку, потому что сколько спишется, то так и зависит от того, кто покажется. А мы находимся в такой результате курицы и яйца. Нужно сначала определить, кто покажется, выбрать их, упорядочить их, потом определить исходя из того, кто из них показался, кто должен платить. А с другой стороны, чтобы их попорядочить, нужно узнать, кто кто должен платить. Поэтому, чтобы все этого не делать, все все-таки используют этой формуле прям вставку, в исходной. Оказывается, что это на итоговое ранжирование отвор объявлений влияет не очень сильно, поэтому можно в какую-то форму ложить. Ну, после того, как мы в этой формуле посчитали ESP, то есть, напоминаем, отрождание денег с одного показа, мы просто должны упорядочить все объявления по убыванию этого отрождания денег и показать их несколько лучше. Там все опять немножко сложнее, то есть, если бы мы просто всегда показывали все три объявления от нас с результатами поиска на любой запрос. Ну, так бы и было, мы просто показали лучшие три. На самом деле, мы не всегда показываем лучшие три, потому что у нас есть как раз этот баланс между жадностью, например, и частью пользователя. Некоторое объявление на результаты поиска показывать не стоит. Мы как-то регулируем вот эту ручку жадности между деньгами и тем, чтобы объявления были релевантными. Поэтому на части запросов вообще не показывается реклама. На подавляющей большинстве запросов реклама вообще не показывается на результатами поиска. На части запросов от одного, на части два, на части три – это уже жесткое ограничение, больше трех негативных. Получается, какая у нас задача? Нужно ставки это нам, если климатик задает, мы их не контролируем, мы их просто знаем, у него содержат без данных. Нужно узнать вероятность того, что пользователь кликнет, задав какой-то запрос, на вот это объявление. То есть, встает задача – это прогнозирование вероятности клика. Ну и на самом деле, когда мы лучше начинаем угадывать вероятность клика, мы лучше ранжируем объявления, лучше их отбираем и зарабатываем больше денег. Но это, конечно, не единственный способ как деньги активировать. Например, один интересный способ – это улучшать дизайн. то есть, как известный пример, то если сами ссылочки, которые на страничке, делать тёмно-синего цвета или светло-синего цвета, вот этого на несколько процентов, или даже на 10 процентов зависит, то, насколько часто на них пользователи будут клики. А вот эти вот несколько процентов, или 10 процентов, как вы видите дальше, это на самом деле огромная, огромная разница. Которая может быть даже в какой-то момент окажется больше, чем все те улучшения, которые можно алгоритмически получить, и улучшают какие-то алгоритмы программозирования вероятности коррекции. Поэтому, на самом деле, делают то и другое, потому что дизайн сильно влияет, но количество изменений, которые вы можете сделать в дизайне, довольно-таки конечное. Ну, то есть, можно пытаться много всего прийти, но в реальности есть какой-то там видеральный вариант, и вы можете на сколько-то риск к нему подобраться, после чего от возложения дизайна и кабельность в России уже не будет. Точно так же с алгоритмами. Вы можете улучшать свой алгоритм программозирования вероятности, добавляя новые данные, добавляя новые алгоритмы, добавляя новые факторы в модели, но начиная с какого-то момента все меньше и меньше растет качество, все меньше и меньше вы дополнительно получаете. Поэтому все делается в праве. Вот. Значит, что вы понимали про проценты? Просто такой слайд про как раз те миллионы, которые были в самом первом слайде. Вот. В 2012, в этом году еще неизвестно, что он закончился, 25 миллиардов долларов. На вот такой вот поисковой рекламе вы заработали. Лично Яндекс заработал больше миллиарда, поэтому улучшение алгоритмов прогнозирования вероятности клика на 2% в некотором смысле приносит 2% лишних денег или 20 миллионов долларов. Вот это те самые миллионы. И это не что-то такое нереальное, это улучшение, которое команды нескольких, на крайнем смысле, нескольких десятков человек в несколько раз до запускают. Ну, что в целом можно улучшать? Я сказал, да, вероятность клика лучше формизировать, дизайн улучшать. Можно еще, на самом деле, играться вот с самим аукционом. Я там рассказывал, что аукцион второй цены. На самом деле, там много разных интересов, экономических деталей. Сам аукцион можно, например, делать не просто кто сколько поставил и вторая цена, а еще есть в аукционе такое понятие как минимальная цена. Ну, на реальных аукционах, это когда картину выставляют, говорят, мы начинаем продавать с миллиона долларов. Это, на самом деле, очень важно. То есть, если бы не делали вот это, став с миллиона долларов, то картинка вполне могла бы уйти и та же самая за 10 тысяч долларов. То есть, это, ну, это в случае там, товаров роскоши своя отдельная история, но тем не менее, даже в случае более обычных объектов, минимальная цена влияет не просто на то, что человек, который купит, купит не меньше, чем за эту цену. На самом деле, когда много игроков и много вот этих товаров, то есть, много позиций и планов. Когда мы ставим минимальную цену, у нас не только последний, кто самую кучу позицию занял платит за эту цену, он еще начинает подпирать следующего, ему становится выгоднее пытаться бороться за более высокую позицию, чем оставаться на нижнем, платить так много. Следующий начинает подпирать следующую и так далее. То есть, эта минимальная цена влияет на поведение всех игроков, а не только того, который меньше всех платит. И оптимизировать, ну, и для этого есть там некоторое оптимальное значение с точки зрения, там, может быть, ожидания прибыли всего аукциона, которую можно подбирать по данным, пытаясь узнать, насколько кто готов платить, пока мы не знаем, сколько кто готов платить за крит, мы, конечно, не можем подобрать, какие их оптимальные цены, не можем из статистики того, как они ставят ставки, пытаться оценить, сколько каждый рекламодатель оценивает, какую ценность клика для себя. И если мы это оценим по статистике, потом подгоним оптимальную цену, можем там тоже сильно соптимизировать свой доход. Ну, плюс еще, собственно, релевантность. То есть, с одной стороны, оптимизируя релевантность, убирая какие-то ненужные объявления, добавляя нужные, мы, во-первых, генерируем больше кликов, за которые рекламодатели, собственно, в итоге платят. Чем больше кликов, которые пользователи осознанно сделали по объявлениям, тем больше в итоге покупок, тем больше и мы заработаем денег и перегламодатель. С другой стороны, сложно, конечно, так прям сделать какой-нибудь фильтр по релевантности и заработать больше денег, потому что обычно фильтр просто отсеивают плохие, остаются какие-то хорошие. Но эти плохие, может быть, были готовы очень много платить за то, чтобы показывать. Ну, дальше получается, что вот этот фильтр по релевантности можно сочетать с тем, чтобы пытаться выбирать объявления из большего множества, и в итоге, как скомментировать тот отсек, который за фильтром произошел, тем, что мы больше кандидатов вообще эмоционально рассматривали, и в итоге, мы и по деньгам не проиграем, и пользователям сделаем лучше. Ну, а пользователи, понимаете, основная вещь в том, как делать плавную поиску, такая, что, я вам говорил, на моменте, насколько нам сегодня заработать, нельзя фокусироваться, потому что это, вот, текущее значение вашей функции, там, зарабатывания денег. А, например, если вы посмотрите, вот такую вещь, как доля поиска, то есть, доля поисковых запросов, которые задают к нам, или, например, Google, то это, на самом деле, производная этой функции. И вам гораздо важнее, пока все растет, чтобы у вас производная была большая, чтобы, когда новые вольства приходят, и интернет уже растет, чтобы они прикликли к вам, а не куда-то еще, чем в текущий момент с оптимизировать значение функции. Соответственно, если вы делаете более релеванную рекламу, у вас растет доля, у вас производная выше, и однажды вы будете, я гораздо больше зарабатываю, назовите рио, чем если бы вы сегодня, сделали больше рекламы, не релевантные, у вас использовали, ушли, или пришли с меньшей скоростью, мы бы вот сегодня показали лучший результат, а через полгода у вас суммарно меньше. Ну, какие вообще есть методы? То есть, для того, чтобы что-то улучшать, обязательно, в первую очередь, нужно, на самом деле, методы какие-то себе поставить. То есть, задачи все, какие алгоритмические по анализу данных, их, на самом деле, надо решать с конца. Ну, не можно сказать, я вот сейчас вот возьму данные, которые у меня в блогах, построю какую-нибудь умную модель, и потом посмотрю, что получилось. И на самом деле, нужно определить, а что, собственно, я буду улучшать? Какие у меня итоговые показатели бизнеса, которые, значит, нужно или максимизировать, или минимизировать, текущие уровни. В случае рекламы, это, на самом деле, все просто. Это когда поиск делаешь, очень много тонкостей. Когда реклама, в том, есть деньги, которые зарабатываем, какое количество объявлений, в принципе, показываем, какое количество кликов пользователи делают. «Конверсия». Он говорит, что такое CTA. Это «Cost correction». Это сколько рекламодателю стоит, чтобы пользователь совершил действие. Он платит он за клик. Но если еще померить, с такой частотой, после клика пользователь покупает какие-то холодильники, то можно вычислить, сколько же нужно заплатить рекламодателю. в Яндексу, чтобы пришло сколько кликов, и из них такие образовался покупатель холодильника. Это будет «Cost correction». Это очень важная цена, потому что рекламодатель на основе нее будет принимать решение, он у нас будет рекламироваться, или на телевизоре, или на гугле, или брать его, и так далее. Соответственно, вот важный показатель. И еще один очень важный показатель, называемый «Хорошие книги». Ну, лазит он за все клики. Некоторые клики, все клики однако полезны. Некоторые клики хорошие, другие плохие. Значит, супер хорошие. Хорошим мы считаем клик, после которого пользователь еще хоть куда-то, на странице рекламодателя, на котором он пришел, кликнув на объявление, еще хоть куда-то там кликнул, то есть, хоть чем-то там заинтересовался. Все остальные клики зарядного плохие. То есть, кликнул на объявление, пришел на сайт, посмотрел что там, ничего не сделал. Значит, это не понравилось. Конечно, это упрощение. Может быть, он посмотрел, увидел телефон вверху большими цифрами, и позвонил, и купил. Может быть. Но в большинстве случаев, если пользователь что-то заинтересовало на сайте, значит, он в том, что решила достичь. Почему мы вообще смотрим на эти хорошие клики, и на конверсии? Ну, как я говорил, конверсии замерить сложно, разные сложные эффекты, что-то в офлайне происходит, где-то рекламодатели неаккуратно выставляют, собственно, что является их целью. Кто-то поставил цель на страничку оформить заказ, и у него очень конкретная хорошая цель. Человек нажал оформить заказ, значит, это покупатель. А кто-то другой назначил цель на главную страничку своего сайта. Потому что, в принципе, никто ему не мешает. Он может ставить решетчик и на главную страничку. Получается, у одного конверсия 2%, а у другого 20%, 50%, 100%. Невозможно на таких данных делать какую-то аналитику, они грязные. Поэтому нужно строить какие-то промежуточные данные, на которых можно аналитику устроить аккуратно. Они не совсем отражают картину мира. То есть, если человек сделал хороший клик, это еще не значит, что он купит холодильник. По крайней мере, если он сделал плохой клик, он точно не купит холодильник. А во-вторых, можно замерить, что корреляция между тем, что он сделал хороший клик и где он купит холодильник, довольно высоко. и можно через такое промежуточное величину оценивать контекст. Хорошо. Можно подобраться к самому интересному. Допустим, я продолжаю с конца этой задачи, допустим, мы с вами владелец бизнеса, владелец Яндекса, руководитель монетизации Яндекса. И мы с вами найдем классную команду специалистов, которые улучшили реализацию реализации клика, или улучшили аукцион, или улучшили дизайн. И приходят к нам с бумажкой говорят, смотрите, у нас с детьми все гораздо лучше работает, вот метрики, наши формулы, расчеты. Давайте запускаем. Как нам, как владелец бизнеса, понять, это правда или нет, а также, а на сколько больше денег я, как владелец бизнеса, на этом заработал. Ну, тут есть разные расходы, значит, ну, например, вот у нас была старая формула прогнозирования разности клика, и появилась новая, принесли нам из-за нового года. Как нам сделать? Нужно запустить новую и сравнить. То есть у нас, допустим, в августе работала старая формула прогнозирования разности клика, а в сентябре запустим новую. Посмотрим, в какой месяц больше заработали. Если в сентябре заработали больше на 5 процентов, то говорим, новая формула лучше, причем не просто лучше, она на 5 процентов больше денег нам зарабатывает. Это, к сожалению, очень плохой подход. Потому что, ну, например, в конкретном случае с августом и сентябрем что происходит? В августе все в опусках, как пользователи, это предполагатели никто на данный ничего нищен, никто на данный ничего нищен. В сентябре все возвращаются, и бизнес начинает было нарасти. И вообще говоря, от августа к сентябрю нормальный рост, я точно не знаю, что такое, ну, там, 10 процентов, 20 процентов, 30 процентов, это вполне реалистичные цифры. У вас вместо этого за 5 процентов произошло. На самом деле, новая формула возможно хуже на 5, или 25 процентов, чем старая. Просто вы этого не заметили, на фоне бренда что с августа и сентября все выросло. что делать? Ну да, я там другой пример. Просто в какой-то из дней вашего эксперимента пошел дождь. Доказывается, или там, на неделю пошел тоже. Доказываются люди, когда дождь ходят, они себя дома и в интернете ищут, потому что больше заняться нечем. Погода хорошая, идут гулять, в интернете не ищут, никуда не кликают. Зарабатываем меньше денег. Ну то есть, не потому что мы сейчас будем погодой, еще больше получать, чем она есть. Но такие эффекты невозможно таким способом вообще как устранить. Ну хорошо. Допустим, мы хотим устранить эффекты временные, чтобы от августа к сентябрю не было вот этого изменения, не влияло на наши результаты. Давай сказать так. На старых пользователях, которые у нас уже были, ставим старую формулу, на новых пользователях запускаем новую формулу. То есть, пользователи, которые их не видели, получают новый алгоритм показорекламы, а старые – старые. Почему это может не работать? Не работает, потому что пользователи очень сильно отличаются. То есть, например, никто нам не гарантирует, что в среднем пользователи новые кликают так же часто, как старые. вообще говоря, обычно более много пользователей интернета, если это настоящий новый, они кликают больше, потому что им пока еще интересно, они вообще не понимают, что там происходит, они сюда кликнут и туда. Постепенно люди начинают привыкать, меньше кликать, потому что не все в интернете стоит их внимание, начинают меньше кликать. И в целом весь интернет все меньше и меньше кликает, потому что масса мусора и малополезная информация. Соответственно, опять же, мы не можем честно сравнить формулы запущенных интернета, новых пользователей с старыми, потому что просто у нас будет слишком оптимистичный результат. Ну, хорошо, давайте поделим, например, на мужчину и женщину. Мужчина, покажем новую версию женщинам в стаже. Но, конечно, это все не работает, потому что поведение отличается. Мужчина, женщина, новоимышленников отличается очень сильно от всех остальных. Поэтому есть даже в Яндексе любимая фраза «Я не репрезентатива». Нужно понимать никакие решения про то, как было бы исправить наш продукт, и то, как вам удобно их пользоваться, потому что польза части населения трубнета столько сильно отличается от сотрудников Яндекса и от всех вас, что не стоит по себе здесь судить. И даже там можно в регионе спросить какую-нибудь версию, в Минске запускаем новую версию, в Москве старую. В Минске вроде не так страшно, как в Москве новая формула всем плохая, а в Москве сразу все деньги потеряем. В Минске не так страшно, но даже люди из разных городов очень сильно друг от друга отличаются. не так страшно. все не работает. Давайте попробуем более серьезный подход. Давайте сделаем случайный выбор. Это уже всегда ближе к правильному тестированию, но не всегда не каждая случайная выборка тоже одинаково хорошо работает. допустим на случайную долю всех запросов Кентус. Вроде бы все хорошо, потому что какую бы вы ни взяли статистику, она на случайную долю запросов, скорее всего, если запросов очень много, она распределена примерно так же, как на всех запросах. То есть примерно так же, как на всех остальных запросах. Если выборка сделали равномерную, то в общем-то можете потом замерять деньги, показы, клики и везде они себя в среднем, если бы одну и ту же формулу оставили на выборке, и на всем остальном должны одинаково. А если вы запустили на выборке новую формулу, она себя ведет по-другому, то вы как раз и верите, единственное, что как новая формула от старой отличается, а все остальные эффекты, заменные, пользовательские, они все одинаковым образом будут влиять и на выборку, и на все остальное. Тут есть такая стандартная проблема, как брать выборку из запросов. Когда запросы будут одинаковые, нужно взять случайно с учетом того, что запросы будут одинаковые. Сначала возьмете уникальные запросы, потом сделать из них выборку. Совсем не то же самое, что если вы возьмете 100 000 последних заданных запросов, в том числе с дубрированием, возьмете из них выборку. Но это такая техническая вещь, которую человек знакомый с статистикой, наверное, не будет такие ошибки допускать. Есть другая проблема, чисто такая гуманитарная, что нас интересует уже влияние на пользователей нашей этой новой формы. формулы это же люди, они же не по алгоритму будут действовать, а они как-то взаимодействуют с нашим сервисом. И что получится, что мы, допустим, проводим эксперимент, на половине вопросов запустили новую формулу. Что видит пользователь? Он видит то новую формулу, то старую формулу, он вообще не понимает, что с ним происходит. Если мы после этого результатами такого эксперимента раскатраиваем новую формулу на все 100%, мы вообще не знаем, что произойдет, потому что пользователи теперь увидят не то, что было половину постарую, а половину по новую, увидят все по новой версии. Может быть, от этого их поведение кардинально изменится. Ну вот, это сложно проверить, когда 50 на 50. В реальности же никто не запускает эксперимент аж на 50% запросов, потому что страшно. Вдруг новая формула совсем хуже. Пускай, допустим, на 2% трафика. То, что в Яндексе очень много запросов пользователей и всего. И мы можем даже на 2% замерить теоретически значимый любой существенный результат для нас. Получается, что на 2% показывали новую, а на 98% показывали старую. Когда мы переключим новую на 100%, неизвестно все, что произойдет с поведением пользователей. Ну, какой тут выход? Ну, выход такой. Нужно запускать не случайно долю запросов, но случайно долю пользователей. Вроде бы, вещь тоже не то чтобы очень умная, но важно, что именно это единственный способ замерить корректное влияние на поведение этих самых пользователей. Ну, и вроде бы, уже все хорошо. Берем случайно долю всех пользователей, считаем, что они в среднем устроены так же, как вся минеральная свободность пользователей, и на них замеряем все методы. Деньги, пики, показывали, сравниваем с остальными. Это уже долг. То есть, на самом деле все не идеально, но в большинстве случаев именно так и делают. Почему это не идеально? Кто знает? Ну, нет, есть, конечно, проблема, что 2% пользователей и даже если их случайно выбирать и не будут, совсем уж репрезентативно все равно будет какое-то смещение этой выборки, относительно всего. Но это смещение можно оценить, можно вложить его в погрешность измерений и с этим жить. Например, погрешность измерений будет 0.25%, а мы измеряем улучшения, которые приносят 2% лишних денег. Мы все равно узнаем, что у нас там 2% минус 0.25%, но это не труппырируем. Есть большая проблема, что мы говорили про Яндекс и про пользователей, а у нас еще есть рекламодатели. На самом деле, когда мы раскатываем на oral rhythm для рекламодателей все очень сильно меняется. Они видят, что по-другому мы стали програнировать вероятность клика. Они раньше где-то показывались, а теперь им стали програнировать вероятность клика более точно, они кому-то проиграли. Или наоборот, они где-то не проходили показы, а теперь им улучшили вероятность клика, они стали проходить. Они могут в ответ, наверное, скорректировать свою стратегию с точки зрения ставок, потому что у них же бюджет ограничен, им нужно оптимально распределить, они могут где-то меньше, где-то больше поставить. И если мы эксперимент проводили на 2% пользователей, то для рекламодателей эти 2% были все это время незаметны вовсе. У них 98% трафика по обычным ценам, по обычным правилам проходило, они вообще этот эксперимент не замечают. Если мы раскатаем на 100%, они у Google как заметят изменения? Изменят свое поведение, и мы можем получить не тот результат, который видели в эксперименте. Поэтому, для того, чтобы увеличить поведение рекламодателей, надо как-то запускать так эксперименты, чтобы мы еще на существенную часть всего их трафика воздействовали. но это очень сложно делать, и это вообще отдельная тема, сегодня я не буду рассказывать, как это делать, но такая проблема существует. Значит, ну все-таки мы понимаем, что окей, на поведение рекламодателей мы не полностью можем рассчитывать, что он будет таким же экспериментом, испытаем 100%. Но будем считать, что изменения мы делаем с точки зрения пользователя большие, а с точки зрения рекламодателя маленькие. Тогда можно надеяться, что рекламодатели изменят свое поведение не сильно, и мы можем рассчитывать, что результат эксперимента отдают реальность. Тогда провели эксперимент случайно для пользователей на паре процентов и сравнили метрик и средний. То есть, сколько мы денег заработали с этой выборки, сколько криков они сделали, сколько показывал, сколько конверсий. И сравним. Дальше вопрос. Вот этот эксперимент, как долго его проводить? то есть, там, час, день, год, сколько? Как вы думаете? Неделя. Почему именно неделя? На самом деле, такое четкое ограничение снизу, потому что очень важно, чтобы на эксперименте теперь ощутить и эффект будней, и выходных дней. С аукциона как часто строится. Что? Как часто аукцион проводится. Аукцион проводится, однако, каждый запрос пользовался в пользу Pro. Ввел запрос, в этот момент в верхней системе проводится аукцион между всеми рекламодателями. Рекламодатели, как часто, меняют ставки. По-разному. Некоторые не заходят по месяцу. Некоторые меняют каждые 5 минут. Вот робот стоит, который за него автоматически собирает стратегии и таких тоже десятки процентов. То есть, очень разные бывают. Но, в общем-то, можно считать, что аукцион проводится постоянно. Просто каждую секунду проводятся тысячи рекомендаций. Поэтому событий будет много. То есть, неделя — это ограничение снизу. Вот. Плюс, там, нужно, наверное, считать, что если мы хотим повлиять на поведение пользователя, то он за какое-то время только поведение свое меняет. То есть, он должен успеть ощутить, что поиск стал немного новым, реклама стала немного новой, и она тоже там. Неделя — другая. Но это только ограничение снизу. Как понять, что нам уже хватило? Вдруг за две недели мы еще не будем уверены в результате. мы тут не переставили меняться. Нет такие но изменения за час меньше какого-то шанса. Если мы будем суммировать деньги, которые мы зарабатываем, они будут все время меняться. и и это подход интересный, конечно. То есть, улучшение метрики, допустим, денег, мы зарабатываем на 2% больше. там, сегодня на 2% больше, завтра на 1% меньше, сегодня на 3% больше. и вот как только эта штука перестанет фруктуироваться, когда становится эксперимент. Но интересный подход к отношению с деньгами особенно. такая вещь не очень работает, потому что они очень очень дисперсные. То есть, у них очень большая нюнимальная дисперсия, короче, и они от дня к дню, при том, что формула у вас в среднем может приносить больше на 2% денег, каждый конкретный день может вам плюс 4 или минус 4 упреждавать, и вам не удастся остановиться, когда они перестают меняться. В ответ на самом деле на штуковую долгость, и вам нужно провести статистический тест, и понять у вас результаты являются статистически значимы или нет. Ну, первокурсникам, наверное, не очень понятно, но кто проходил курс на сада, тот это уже должен знать. А по-простому это означает следующее, что мы не просто сравниваем, что денег стало на 2% больше, мы еще при этом можем посчитать математически, исходя из некоторых предположений о том, как вся система работает за некоторой модель, насколько вероятно было бы такое улучшение на 2% получить, если бы на самом деле ничего не поменялось, если бы у нас алгоритм был абсолютно такой же, в среднем зарабатывал бы столько денег, просто случайным образом какой-то скачок произошел, мы на 2% больше заработали на этом периоде. Можно оценить, есть разные миллионы статистических тестов, которые можно применять. у них есть некоторая сила и она в общем-то сила присуществовому тесту, уверенность, которую можно сказать результат, зависит от того, сколько событий было элементарных, на которых вы проверили. В данном случае сколько было показов, сколько было кликов, зависит от того, какую метрику вы хотите иметь. то есть вам нужно ждать ответ такой до тех пор, пока ваш статистический тест не покажет, что изменение на эти 2% уже должно было быть статистически значим, если оно было. В Израиле предполагаете, на сколько у вас должно вылечить, что у вас устроило результат, минимум на 2%. И тогда оказывается, что вам нужно ждать две недели. Но это на самом деле не может быть просто две недели, это зависит от того, на какой выборке пользуетесь или вы это делаете. Если у вас маленькая выборка, вам дольше ждать, если большая, вы меньше ждать. Соответственно, процент улучшения. Если вы говорите, что я хочу, чтобы у меня процент улучшения был на этом, любой больше 2%, то вам достаточно такого же количества показов. Это количество показов, чтобы достигнуть. На 2% их пользуетесь в месяц, а на 4% их пользуетесь в 2 недели. Соответственно, если у вас улучшение не правда больше 2% твоих статистических значений вы измерите, если оно меньше или его вообще нет, вы его объявите незначимым. Или, может быть, даже у вас будет улучшение незначимое. Один из этих результатов в любом случае получится. ну, а дальше, собственно, вы не хотите все время отвечать на вопрос, как долго ждать. Вы хотите, чтобы у вас эксперименты с одной стороны были разумные, если достаточно меньше, чем неделю, они подсказывают из зала, они не могут идти, как бы вы этого не хотите. Неделю или две они должны идти. С другой стороны, вы экспериментировать должно еще немного, чтобы добиться хорошего результата. То есть вы должны таких экспериментов в год запустить какие-то тысячи, чтобы из них какая-то небольшая доля сыграла действительно полезные, которые можно запустить на сто процентов. И вы какое-то количество таких запусков в год делаете. Если вы будете делать этих экспериментов в год, в десять, вы, скорее всего, не очень-то хорошо продвинетесь. Поэтому вы должны, соответственно, сказать, что у меня эксперимент, допустим, за две недели должен становиться значимым, а значит я буду проводить на такой доле пользователей эксперимент, чтобы он за две недели становился значимым при таком ожидаемом нарушении. все. Вы дальше фиксируете и какое-то время вся ваша команда аналитиков живет с такими ограничениями. Потом можно это через полгода пересмотреть и новую караметку указать. Но часто это менять не стоит, чтобы у людей было интересно. Эксперимент запускаем две недели и думаем. Понимаю, что, в общем-то, если эксперимент стандартный, то две недели он прокрашивается. Ну, прокрашивается это внутренний термин. Зеленый цвет значит лучше стало, красный цвет значит лучше стало. Серый цвет значит значимый стандартный. Так. Ну, вот то, что я рассказал, он называется протестирование или эксперимент с контролем. Правда, есть большое количество названий в этой технике. но это, на самом деле, единственный способ вообще в любой задаче измерить ваше улучшение стало лучше или нет от него. Основные принципы какие? Первое. Вы должны тестировать только одно изменение. Если вы хотите узнать стало лучше от вашего алгоритма, вы не должны в этот алгоритм еще и добавлять дополнительные данные на вход, которые тоже могли помочь. Тогда, получив какое-то улучшение, вы не можете сказать это потому, что алгоритм улучшили или потому, что данные дополнительные дали весь эффект. Вы должны устранить все возможные разницы. То есть, эксперимент с контролем, когда это называется, называется потому, что мы контролируем на все возможные внешние воздействия. На то, что время, то, что между августом и сентябрем большая разница. На то, что есть временные эффекты. На то, что есть какие-то эффекты внутри групп пользователей. То есть, у вас не должны пользователи в одной группе быть в два раза больше мужчин, а в другой группе в два раза меньше. У вас не должно быть эффект от того, что какие-то запросы разные. То есть, у вас не должно быть эксперимент или запросы про холодильники, а в контроле все остальное. Все это должно быть одинаково. Если у вас на фоне этих экспериментов проходят какие-то другие эксперименты, вы там проводите параллельные эксперименты с картами или вы проводите какие-то эксперименты в связи с деньгами, вы не должны как-либо завязывать те эксперименты на тот эксперимент, который у вас сейчас проходит. Вот всем рассылали какую-то рекламную рассылку? Или всем пришло письмо о том, что изменились правила паритика фриланса? Ну, ладно, всем это, а не то, что тем, кто экспериментил, оно не пришло. Потому что все это может повлиять, а вы дальше не сможете, если у вас хоть одно какое-то событие по-разному произошло в выборке экспериментальных контролей, а вы не сможете сказать, что это мой алгоритм победил. Но что я могу сказать, может быть, это рассылка к этим. Пришла или не пришла, из-за этого все разница. Так, ну, про то, как узнать, собственно, стало лучше. Мы, значит, с вами поговорили. Теперь, как, собственно, оптимизировать. Ну, я немножко буду ускоряться, потому что у нас времени осталось мало. Если какие-то вопросы уже накопились, то, наверное, мы можем участвовать. Да? Значит, ну, как вообще оптимизировать, как устроить процесс? То есть все время проводить эксперименты, про которые я говорил, творогой тяжело, потому что у вас есть ограниченное количество пользователей, и вы не можете все время на обманутом пользоваться 10 экспериментов крутить. Вы должны этого в один эксперимент, этого в другой. Кроме того, за каждым экспериментом должен кто-то следить. И поэтому все время запускать эксперименты нельзя. Вы должны как-то, прежде чем запускать эксперимент, хоть как-то свои модели, свои алгоритмы тестировать вообще без того, чтобы на пользователях как-то применять. Соответственно, вам нужны какие-то offline-метрики. Вот метрики, деньги, клики, показы – это онлайн-метрики, или метрики бизнеса, которые вам целевые, которые вам нужно в итоге улучшить. Вы можете придумать какие-то промежуточные метрики, назвать их offline-новыми, которые вы можете посчитать, не запускать экспериментом. Например, взять логи, действие пользователей кликов, показывать снятие денег с рекламодателями, изменение ставок рекламодателями, и по ним почитать какие-то величины. Нужно придумать такую метрику, которая, если она улучшилась, то и деньги у вас будут выросли в эксперименте. То есть вы лучше стали проказировать ряд искрика, спрогнозировали, что у вас будет больше денег. Потом запустили эксперимент и убедились в том, что деньги действительно выросли. Нужно такие метрики придумывать. Они в каждой задаче свои. Вам… То есть вы можете знать или не знать какие слова, как, например, «точность» и «полнота». Те, кто выслушал машинное обучение, наверное, знают все эти четыре слова, которые сейчас на слайде. «Площность», «полнота», «площадь под кривой», «логгайк». Ну, кто не знает эти слова, вы не расстраивайтесь, потому что это не так принципиально прямо сейчас. Вот у вас есть такие метрики, которые люди, занимающиеся машинным обучением, всегда строят какие-то графики, замеряют какие-то числа по данным, совершенно правильно размеченным, которые у них есть, и потом говорят, вот у меня алгоритм лучше, чем вот этот алгоритм. И, значит, нужно запускать. Но это может не иметь отношения к вашей практической задаче. То есть может так оказаться, что по площади под кривой, но алгоритм лучше старого. А данные конкретные задачи, числовые ограничения, он, тем не менее, работает значительно хуже. Вам нужно, чтобы та метрика оффлайн, которую вы оптимизируете, а это просто пример оффлайн-метрика, вообще их может быть, кто угодно много, разными параметрами их можно... Ну, они могут быть параметризованы какие-то, они могут быть специально подобраны на эту задачу. Единственное, что важно на самом деле в оффлайн-метрике, это чтобы она коррелировала с вашей оффлайн-метрикой, что вы, когда увидели, что у вас прогноз вероятности клика стал на 2% лучше в ваших попугаях, в вашей оффлайн-метрике, и вы спустили эксперимент с этой новой формулой и увидели, что стало 2% денег больше. Единственное, прикрепление правильности оффлайн-метрику в данном случае. Если вы на конкретных эксперимент об этом убеждаетесь, вы можете дальше зафиксировать эту оффлайн-метрику и просто год идти к ней. Просто сказать, все, я буду оптимизироваться по этой оффлайн-метрике, делать быстрые эксперименты оффлайн или всяких экспериментов на реальных пользах, сделаю их в 10 раз больше, а потом уже иногда буду запускать эксперименты на реальных пользах. У меня будет гораздо большая возможность оптимизироваться. Тут есть только одна проблема, что у вас есть идеальный результат, к которому вы должны прийти по настоящей метрике, какой-то, который вы даже не знаете. А вот есть ваша оффлайн-метрика, которую вы придумали. Она корректирует с этим идеальным результатом. Ну, то есть, если вы, если вы сперли в этой точке и шли в идеальную точку, или вот в точку, где лучшее значение ваш оффлайн-метрики, то отсюда все равно совершенно. В любом случае будет приближаться к идеальным результатам. Вы сколько времени напряженно работали, подходили, подходили. И дальше начинает с какого-то момента оказываться, что вам нужно в разные стороны идти, если вы хотите действительно улучшать что-то для пользователей, и если вы хотите улучшать свои оффлайн-метрики. И это означает, что это проявится на экспериментах, и вы будете думать, что у вас стало лучше, а в эксперименте никакого толку. Значит, вам нужно перебрать вашу оффлайн-метрика так, чтобы она снова начала коррелировать, уже исходя из вашей текущей стартовой задачи. Все идеально. Ну вот, нам, допустим, повезло, у нас площадь от кривой на блокдайках очень хорошо коррелирует в основной мере. Пока, по этой самой причине это может изменить. И кроме того, это совсем тоже правда, потому что для того, чтобы запустить эксперимент и в нем получить процент денег, кроме того, что мы должны новую формулу запустить, мы еще должны там подкрутить все, чтобы мы показывали столько же рекламы, тем же пользователям, в том же количестве, но только они больше кликали. То есть мы показывали столько же рекламы, а только в некоторых случаях более удачное объявление вместо менее удачного функции. Потому что если мы просто заменим один прогноз на другой, то сильно все разъедется. Некоторым объявлениям в три раза больше, в десятый раз меньше, в некоторым в десять раз меньше, все съедет, непонятно в какую сторону, и мы получим результат вроде такого. Показов стало на 10% больше, а денег на 5% больше. Как его интенсировать, непонятно. Нам же нужно в итоге, чтобы показы у нас не выросли, как-то очень сильно, а сколько выросли клики и деньги. Нужно как-то скорректировать эти показы, чтобы они ушли в ноль, то есть совпадали с тем, что было то-е-то, а вот деньги и клики выросли на интернет. Как крутить эти параметры? Чтобы крутить параметры, нужно в оффлайне предсказать, сколько же денег мы заработаем, если с такими параметрами мы допустим эксперимент. То есть, опять же, можно было сначала запустить эксперимент, можно сказать, раньше показывать награду, давайте здесь подкрутим, но только состоять от пульта, пытаться крутить, это все занимает большое время, потому что каждый эксперимент, пока результаты получишь, занимает неделю или две, значимые результаты, чтобы получить. Поэтому так подкручивать, на самом деле, не получится сначала. Нужно в оффлайне, в оффлайне, в оффлайне как-то скорректировать. Это тоже такая очень интересная вещь, и как вообще прогнозируясь, сколько денег мы заработаем. У нас есть старая формула, прогнозируясь к крикой и новой. Что можно сделать? Возьмем логи запросов пользователей, и запросов пользователей, там большой период, неделю, месяц. Смотрим всю нашу базу с объявлением. И просимулируем процесс. То есть берем те запросы, которые пользователи уже задавали, отбираем объявления по тричьему фразам, прогнозируем вероятность крикой старой формулы и новой, формула независима. Получается, по одной формуле мы должны отобрать вот эти три объявления, по другой формуле вот эти три. Как дела нам до миллиона запросов? Раз, получаем миллион запросов здесь своими результатами, а миллион запросов здесь нам нужно понять, а как пользователи кликали вы, если бы мы показывали ему все объявления? Со старой формулой тут все легко. Мы эти объявления уже показывали, они уже на них кликали, на какие-то нет. Можно сказать, что было столько кликов, столько денег мы заработали. Новую формулу непонятно что делать. Потому что, во-первых, мы какие-то начали показывать объявления, которые раньше не показывались, какие-то убрали, какие-то стали показывать между других. То есть, мы не знаем, может быть из-за того, что мы третье объявление показали другое, но первое стали больше кликов. То есть, тут непонятно, как оценить, что было бы. Но вот оказывается, что можно сжульничать, и это работает. Значит, сжульничать можно так. У нас есть новая формула, она, по нашему предмету, более точная, чем старая. То есть, она существенно лучше угадывает вероятность клика. Мы тогда можем клики взять не реальные истории, а сгенерировать. Сгенерировать с помощью этой формулы. То есть, мы сначала сгенерировали уже, какие объявления будут показываться в реальности, уже это зафиксировали. И теперь мы играем как бы за пользователя. Мы говорим, пришел пользователь, и он будет или не будет кликать по такой модели. Мы подбрасываем монетку, и с вероятностью какой-то. Он кликает с вероятностью 1 минус, то он не кликает. Откуда брать какой-то? И с той самой нашей новой моделью, которую мы поддержим вероятность клика. И вот так вот так симулируем клик. И дальше просто считаем, сколько было кликов, сколько денег за одни их рекламативные платы, и с равного результат по новой поставить формуле. Казалось бы, нечестно, да? Потому что новой формулой мы их генерируем показы, и потом ей же самой себе и прогнозируем клик. И она может себе какое-то нечестное преимущество поставить. Но оказывается, что вы пьете формулы уже достаточно близки к тому, что вы правильно оцениваете варианты клика, поэтому можно одежурничать, получить результат, который с практикой очень хорошо совпадает. Если вы так прогнозировали, что денег станет на 2% больше, а показывать на 3%, и там действительно, может быть, не плюс 2 минус 3, а плюс 1,5 минус 2,5. Вы, в принципе, в ту же сторону реформализируете, а в других отклонение у вас не очень большое. Если у вас такая вот, есть возможность оффлайне много раз это просимулировать с разными параметрами, то вы можете довольно неплохо подбирать именно тот вариант, который вам в этой вину. можно еще больше разрунить. Ну вот я вам рассказал про то, что не новые формулы сгенерировать, а можно, на самом деле, новой формуле дать еще доступ к тем вещам, которых у старой не было. То есть такой эффект позиционный. Чем выше объявление показано, тем больше в него кликают, причем на десятки процентов разница. Когда мы в момент запроса пользователя пытаемся показать объявление, мы не знаем, на какой позиции объявление покажется, когда мы прогнозируем графит с клика. Мы просто прогнозируем графит с клика, исходя из того, что просто оно где-то покажется. Если мы знали, где оно покажется в этот момент, мы могли прогнозировать на 20-30% точнее. Когда мы сравниваем эту формулы между собой, мы уже генерировали то, где покажутся какие объявления, и поставили в новую формулу, и потом он все знает. Можно взять и генерировать, уже симулировать клики, формулы, которые знают все. Она не будет использоваться в продакшене, и она будет просто оценивать нам, насколько новая формула лучше, чем старая, если знать вообще все на свете, что она как-то производит. И получится еще более точная самка. Так, ну, как предсказывают ряд с клика, наверное, на этом не будем особенно осенавливаться, потому что время у нас, это тема, что происходит к концу. Давайте я так вот прогликаю до конца, да, а вы не за вопросом позволяете, у кого есть вопрос. Потому что субъектами мы с вами находимся. субъектами мы с вами находимся. У меня есть вопросы. У меня есть вопросы. Есть вопросы. у меня есть вопросы. То есть, подойдется, что обычно ставят от блогера всякие там шинки, которые на эту рекламу не кликуют? А от блогера мы делятся следующим образом. Мы все равно даже не знаем о том, что пользователи, у которых стоит этот блок, у них стоит этот блок. Поэтому мы видим в своих лобах, что пока забавление произошло, а клика не было. По какой причине? Потому что этот пользователь просто не любит кликать на рекламу, и она ему не понравилась, и потому что не было блог просто. Мы не знаем. Мы начинаем прогнозировать клики так, что в среднем, наши суммарное количество прогнозированных кликов совпадает с реальными. У нас прогноз, конечно, не очень точный, но с точностью до миллионов показов он очень точно прогнозирует суммарное количество кликов. Дальше получается, что из этого блога мы начинаем считать, что этот пользователь просто не кликает. По какой причине, нам не важно, а у клик не на этом увеличается. Если пользователь берет этот блок, за какое-то время он наберет статистику, ему начнет прогнозироваться разности и камышек. У нас нет просто других доживляйтов. Да? Я прогнозировал множество для всех пользователей, один метод, или пользователи разбили на какие-то политические группы и для каждой группы используются? Ну, в смысле, в продакшене алгоритм общий, но при этом у него есть пользовательские факторы, которые зависит от истории или от каких-то свойств, которые мы знаем про конкретного пользователя. Поэтому разным пользователям на один и тот же запрос из одного того же региона, из одного права, из одного того же компьютера все равно будет показаться немножко разной видом. Ну, как бы, опять, может быть, на них опять вопрос одинаковый, но какой-то эти себе вопрос уже разный. А вот вы как анализируете вообще компания, которая рекламу себя представляет? Ну, допустим, есть же компании, там, серьезные, да, и компании, там, фирма, однозначно. Есть, получается, одна из них заплатит, она больше, больше потеряет, да, сам? В смысле, она будет превалировать на теке? Ну, есть разные этапы, то есть, есть какая-то, модерация, например, которая уже совсем какие-то нехорошие объявления, а просто от серии. Вот. Что касается однодневок, видите, лучше всего все методы работы, когда есть статистика, пока статистики про компанию нет, но про нее мало что знают. Поэтому мы можем анализировать там ее объявления по тексту или, может быть, даже сайт по тексту и предположить, что это как-то не очень хорошее сайт или объявление. Но ничего большего сделать просто не можно. Дальше, ну, если она однодневка, но она нам покажется, дальше исчезнет, и суммарно наши показатели вынуждены. Ну, и в пользу сидят, когда ты страдаешь, просто здесь как-то, ну, можно стревать. Правильно. Это, на самом деле, более общей проблемой, что пока статистики по компании нет, нужно пытаться из других каких-то факторов прогнозировать вероятности. Это делается на основе текста, на основе каких-то еще вещей, которые известны про компанию объявления на момент, когда статистики криков показов у нее еще нет. Эти факторы работают значительно хуже, чем статистические, но тем не менее как-то работают. И с помощью них мы корректируем, получается, показ. В первом случае, есть со стороны рекламодателей некоторые рекомендации, как им составлять объявления, как им составлять ключевые фразы, чтобы они улучшали сами свои объявления, свои сайты. Да. Google сканирует почту на основе вот этого, который взлетит рекламу в почте, а Яндекс делает что-нибудь от обеда? Ну, реклама в почте вроде бы у Яндекса запущена. То есть, в Яндекс вы запьете информацию? В общем, в Яндекс вы запьете информацию? Да. Вот про это я и не уверен. Нужно с нашими першками не узнать. Ну, то есть, я просто никогда не работал с рекламой за пределами именно рекламы на поиске, немножко рекламы в сети, а есть же реклама на наших сайтах, в том числе в почте. и там я не курсил. Ну, если вопросов у общих больше нет, то потом предлагаю заканчивать, тогда точно можете подойти еще раз, к которым будет. и так далее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ